Ее спортивная карьера начиналась с художественной гимнастики. Но уже в 7 лет на девушку повесили ярлык «Неперспективная». Я очень сильно расстроилась, но папа сказал, что не переживай. Именно тогда-то отец и предложил попробовать что-то новое. И в тот день он привел меня в бильярдный клуб. В принципе, игра достойная, умная, физическая нагрузка тоже есть приличная. О том, что увлечение может стать профессией, никто даже не задумывался. Для меня это было очень интересно, и мне захотелось научиться правильно все это делать, правильно играть. Яна Шут, чемпионка мира по снукеру среди юниоров, чемпионка Европы по пулу, многократная чемпионка страны, стипендиат президентского спортивного клуба. И ее тренировочный день прямо сейчас. Ее день весьма прост и однообразен. А как иначе, ведь практически все свое свободное время наша героиня проводит у бильярдного стола. Однако за всей этой рутиной и монотонностью скрывается гораздо большее. Хладнокровность, упорство и трудолюбие. Без этих качеств в профессиональном снукере делать нечего. И вряд ли бы наша героиня смогла добиться таких высот. Шут Яна Владимировна, 21 год. Рост 165 сантиметров, вес 50 килограммов. Правша. Первый номер рейтинга Белоруссии. Третий номер рейтинга в Европе. Как и у большинства бильярдистов, ее путь начинался сразу не со снукера, а с пула. Мой путь в бильярд начался с того, что я занималась гимнастикой. Мне было тогда 6 лет. И в один день мне сказали, что я не перспективная. Я очень сильно расстроилась. Но папа сказал, что не переживай, я знаю вид спорта, в котором ты будешь хороша. И в тот день он привел меня в бильярдный клуб и привел ко мне мужчину. Сказал, Яна, знакомься, это твой новый тренер. С того дня я начала заниматься бильярдом. До сих пор занимаюсь. Тем более ее слезы после того, как сказали, что гимнастика не перспективна. Я осознал, что в принципе бигра достойная, умная, физическая нагрузка тоже здесь приличная. В тот момент, скорее всего, это была просто какая-то вот такая, знаете, порыв. Что, типа, если я своих ребят переграл, то Яна тоже сможет переиграть. Тем более девочка пускай играет. И потом узнал, что, оказывается, есть у нас и школы детские, и спортивные клубы, которые занимаются профессиональными зрителями. Ну, я тогда была маленькой, и мне нравился тот факт, что благодаря какой-то странной палке, благодаря тому, что ты становишься возле какого-то странного стола, ты можешь заставить шарик удариться в другой шарик и закатиться в лузу. То есть для меня это было очень интересно, и мне захотелось как бы научиться правильно все это делать, правильно играть. Во время игры в пул на столе находятся 14 цветных шаров, один черный плюс биток. Игровые шары одинаковые, диаметр их составляет 57,2 мм. Правда, первое время Яна и вовсе обходилась без шаров. То есть первый месяц мне не давали ударить по шарам. Я могла только смотреть на соседние столы и видеть, как другие их собивают. По настоянию отца уже в 7 лет с ней начал работать профессиональный тренер. Подготовка была соответствующей. Ну да, меня получается с первого занятия начали готовить уже как профессионального спортсмена. У меня было упражнение бутылочкам, когда ставится бутылка на стол, и надо кием попасть в горлышко, не задев бутылку. И также другие разные упражнения, где в основном не дается именно бить по шарам, а дается более такие основы бильяда. Яна оказалась сверхпорядочным учеником. Как и положено, конспектировала все задания в тетрадь. Эта привычка сохранилась до сих пор. Все упражнения записываются в тетрадку. Я до сих пор как бы следую такому способу конспектирования. То есть каждое упражнение, каждый подход, он как бы записывается в тетрадку, идет отслеживание, считаются проценты и составляются графики под конец месяца. С таким отношением к делу результата долго ждать не пришлось. В 2009 году была моя первая победа на городских соревнованиях. Я играла против своей подружки, а в это время наши отцы решили играть между собой в другом клубе, чтобы не смотреть наш матч. И мы по очереди с этой девочкой, когда проигрывали, брали перерыв, очень расстраивались, рыдали в туалете, звонили папам. И они все играли и ждали, кто же все-таки позвонит первый и сообщить радостную новость. Бильярд – это спорт с не самыми высокими гонорарами. Но тем не менее, иногда победы, помимо грамоты, медалей, приносили им материальное поощрение. Правда, уже тогда наша героиня знала, на что потратить призовые. Ну, эмоции, они же, конечно, всегда положительные. То есть, когда ребенком выиграешь соревнования, для тебя это просто вау, как бы что-то очень крутое, значимое. Первые призовые, на самом деле, не сильно помню. У нас, наверное, может, они не так распространены были. Но в основном всегда старалась призовые накапливать, чтобы впоследствии съездить на какие-нибудь международные соревнования. То есть, все призовые шли в бильярд. В 2011 году Яна познакомилась со снукером. И новая на тот момент разновидность любимой игры настолько зацепила, что наша героиня решила переключиться. Я съездила на детский чемпионат Европы по пулу. Вот, я посмотрела, как бы, как играют дети в Европе в пулу. И после этого турнира я увидела, как бы, снукеры. И меня заинтересовал этот вид бильярда. И я подумала, почему бы и не попробовать. Вот. Я начала играть, как бы, в пулу в снукер. И через какое-то время надо было сделать уже какой-то более конкретный выбор. И выбор пал на снукер, потому что, ну, мне это больше интересно. Для меня снукер – это более такая интеллектуальная игра, больше разных вариантов ударов, вариантов позиций. Справочно. При игре в снукер на столе находятся 15 красных шаров, 6 цветных, плюс биток, диаметр которых одинаков и составляет 52,4 мм. Киев для снукера, он идет в основном цельный, либо 3 четверти. Но самое популярное – это именно цельный, то есть одна часть. Ну, считается, что когда цельное дерево, оно меньше, как бы, сбрасывает и как-то больше, лучше по качеству. То есть это вот самое главное отличие, например, от русского. Если сравнивать с пулом, то в пуле надо, как бы, несколько киев. В снукере хватает только одного. И на конце кияна также есть небольшой срезик, которым очень удобно контролировать, какой стороной кия ты бьешь. То есть меня вот, например, с детства приучили, что срезик всегда должен быть внизу. Соответственно, у меня каждый удар будет нанесен одной и той же стороной киян. Стиль, традиции, сложнейшие комбинации, невероятные отыгрыши, подбои, подкрутки – вот далеко не полный список причин, по которым снукер настолько полюбился нашей героине. Мне очень нравится форма в снукере. Я чувствую себя прям как настоящий спортсмен. То есть у нас рубашка, жилетка, потом идет бабочка, брюки. То есть официально деловой такой стиль, и все мы выглядим очень красиво. Единственное, что у игроков отличается, это цвет спины сзади. Мы сейчас даже решили сборной сделать одинаковый цвет сзади, чтобы выглядеть очень красиво и престижно на чемпионате Европы. Кстати, в снукере, как и в единоборствах, у профессиональных героев есть клички. То есть Иронио Салливандер – ракета. У Яны прозвище «Эффектное» и «Звучное». Когда я была маленькая, поехала на турнир, и мы там играли с моим знакомым с Латвии, и наша игра была очень такая зрелищная, интеллигентная. И после того матча нас прозвали «Леди» и «Джентльмен». То есть меня «Леди» и его «Джентльмен» соответственно. И до сих пор как-то оно сохранилось за мной. Безусловно, и пул, и русский уже давно на слуху. А вот снукер, особенно женский, для Беларуси – экзотика. У нас получается, что всего за год проходит только один чемпионат Беларуси среди женщин. То есть один турнир в год. Этого недостаточно, чтобы улучшать свою игру, набираться опыта. Поэтому мы все девочки играем с мужчинами на мужских соревнованиях. То есть я периодически участвую на мужских турнирах. В прошлом году даже получилось дойти до полуфинала на чемпионате Беларуси среди мужчин. Это сейчас девушки в турнирной таблице мужского чемпионата не редкость. А вот лет 7-8 назад картина была другой. Я была тогда очень маленькая и пошла тоже на турнир среди мужчин в Беларуси по снукеру. И первый матч играл он с мужчиной. Он был там почти 2 метра ростом, то есть очень высокий. И мне вот это очень запомнилось. Он не ожидал, что в общем девочкам, и мало того, что маленькая, может играть так хорошо. Вот. Он проиграл. Я была очень-очень рада. Но вот с того момента, наверное, все начали осознавать, что девочки тоже могут играть. И уже как-то приняли нас в свою компанию. То есть с того момента все больше и больше женщин начало участвовать с мужчинами наравне на соревнованиях. Правда, мужскими турнирами тоже сыт не будешь. Приходилось колесить по ближайшим странам соседкам. Не хватало соревнований в Беларуси. Поэтому я старалась ездить как можно, участвовать в как можно больших соревнованиях. То есть мы ездили в соседние страны, там Литва, Латвия, Польша. И да, был год, когда мы чаще всего ездили в Польшу. То есть я играла там и с мальчиками, и с женщинами. И спустя год мне Польская Федерация сказала, что извините, но мы женщин больше не будем пускать к нам на женские турниры. Потому что, ну, постоянно все выигрываем. Вот. И с того момента они до сих пор нам не открыли еще доступ на свои женские турниры. Ни один крупный турнир не обходится без каких-либо нюансов или организаторских оплошностей. Но то, с чем столкнулась наша героиня в Англии, не поддается никаким объяснениям. Ну, на самом деле, казусы бывают на любых соревнованиях. Всегда может случиться какая-то ошибка, проблема. Вот. И я играла Чемпионат мира до 21 года, проходила в Англии. В тот же год я, по-моему, выиграла смешанные команды Чемпионат мира. Я играла, как бы успешно выиграла полуфинал. Уже, как бы, настраивалась на игру в финале. Ко мне подходит судья и говорит, что, знаешь, Ян, мы там допустили ошибку, тебе надо полуфинал еще раз сыграть. Вот. У меня был немножко шок. Ну, как бы, я не могла понять, как так вообще могло получиться. Но ошибки могут быть всегда, поэтому пришлось играть заново. Провести еще один полуфинал буквально через 10 минут оказалось весьма сложно. Особенно психологически. На самом деле это было очень сложно. И так как я была не настолько взрослая, я не смогла справиться с такими эмоциями. Мне даже не дали особо времени подготовиться. То есть мне подошли, сказали, что надо играть. Дали 5 минут и отправили без разминки, без ничего. То есть, ну, я не смогла справиться с таким вот психологическим напряжением. И, к сожалению, проиграла в контровую партию полуфинал. Вот. И после этого, если честно, еще не возвращалась к нам на эти соревнования. Несмотря на свои 21, количество титулов и регалий, которыми владеет Яна, уже и сосчитать сложно. Непокоренная остается лишь одна вершина – чемпионат мира среди взрослых. Цели и задачи нужны всегда, иначе пропадает смысл как бы играть и тренироваться. Поэтому все спортсмены стараются ставить себе какие-то промежуточные цели и глобальные. То есть на этот год у меня глобальная цель – это выиграть чемпионат Европы по полу. Тот же самый, что я выиграла в прошлом году. Также дойти до финала чемпионата Европы по снукеру. Вот. И также у меня в планах еще стоят два чемпионата мира. Один по снукеру, один по полу. Это, пожалуй, главная цель, которую перед собой ставит наша героиня. Ведь именно после ее преодоления Яна сможет войти в историю белорусского бильярдного спорта. В последний раз, когда я участвовала на женском чемпионате мира, это был 2012 год. Мой первый взрослый чемпионат мира. С того года, к сожалению, не получалось участвовать, так как соревнования проходили очень далеко. В прошлом году они проходили в Мьянме. Правое участие на этих соревнованиях есть. То есть нам обычно отдается от двух до четырех мест на страну для участия. Но из-за того, что соревнования проходят относительно далеко, мы часто не приезжаем на эти мировые соревнования. Я считаю, что медаль привести вполне реально, потому что я выступаю на чемпионатах Европы, привожу медали с чемпионатов Европы. И объективно считаю, что все возможно. Если тренироваться усиленно, усердно, посвящать этому очень много времени, и конкретно именно снукеру, то я рассчитываю на медаль. Чтобы получить звание заслуженный мастер спорта, надо выиграть два взрослых чемпионата мира. У меня получается один взрослый и один детский, который, к сожалению, не считается. То есть мне, чтобы получить наивысшее звание у нас в спорте, надо всего лишь выиграть еще один чемпионат мира. К чему я сейчас вот стремлюсь и рассчитываю, что в ближайшее время все это получится. Есть у Яны и мечта. И она, естественно, связана с бильярдом. У меня есть мечта открыть свою школу бильярда, то есть школу бильярда Яна Шут, тренировать детей, вырастить будущих чемпионов. Потому что я прошла многих тренеров, многие разные системы тренировок. Уже разработана немножко своя система. И я считаю, что я могла бы поделиться этим с другими людьми, детьми. И, может, в будущем у нас появятся новые чемпионы мира. На данный момент Яна полностью поглощена спортивной карьерой, но в перспективе готова переключиться на тренерство. Правда, это пока лишь планы. Пока не выиграю чемпионат мира, не получу звание заслуженного мастера спорта. То есть это сейчас моя самая главная цель. Я буду продолжать играть в бильярд, двигаться дальше, развиваться. И уже после этого сосредоточусь на тренерской деятельности. Сложно тренировать и играть в одно и то же время, потому что надо уделять очень много времени своим студентам, ученикам. Но так как ты ездишь на соревнования, тебе может не быть даже месяц, два месяца дома. Но они должны как-то заниматься. Поэтому сейчас чуть-чуть сложновато, но в ближайшем будущем я собираюсь именно открыть школу. И уже полностью посвятить больше тренерской работе, параллельно играя на мелких соревнованиях. Ну все, на сегодня хватит. Перед тем, как отправиться домой, за чашечкой чая по привычке заполняем тренировочный дневник, куда вписываем количество выполненных упражнений, подходов и удачных, а также неудачных попыток. Позже со свойственной скрупулезностью Яна высчитает процент попаданий и выведет коэффициент полезного действия тренировки. Домой наша героиня попадает ближе к вечеру. На то, чтобы перекусить, отдохнуть и переключиться, есть час. Уделив внимание семье, она снова берет в руки кий. Чтобы тренировочный процесс был практически непрерывным, несколько лет назад отец дома поставил стол для снукера. Папа поставил стол дома очень давно, наверное, лет 6-7 назад, чтобы я могла более быть сконцентрирована на бильярде, чтобы я не тратила драгоценные минуты, чтобы добраться до бильярдного клуба, чтобы я могла выйти из комнаты и сразу же посвятить все свое время тренировке. Это на самом деле очень помогло мне, потому что я могла с утра до ночи тренироваться, выполнять разные упражнения. На выходные мы могли с папой поиграть, могли позвать друзей, знакомых. То есть были как личные тренировки, так и спарринги игровые. Международные соревнования по-русскому, когда бедная не доцягивалась до шара. Вообще же роль родителей в ее жизни сложно переоценить. Поддержка родителей – это, как по мне, одна из самых важных вещей в любом спорте. Потому что без поддержки родителей я бы не смогла достичь даже половины того, чего я достигла. Меня родители поддерживали с самого начала, до сих пор поддерживают. Папа вообще до 18 лет ездил со мной на все соревнования, абсолютно все. Да, когда ей было 8 лет, 9 лет, я с ней ездил на тренировки, на турниры с ней ездил. И в 12, и в 13, до 18, все турниры были только со мной. Потому что за границу одну не пустишь. Папа следит за всеми событиями, за всеми турнирами, где я поехала, все фотографии сохраняет. То есть, ну, отслеживает все это. Для меня самая важная ее победа, наверное, все-таки чемпионат мира до 18 лет. Это было настолько вот вдохновенно, это было так здорово. Это в Петербурге было, значит, стоял постамент, висели флаги, играл в гимн Беларуси. Я, взрослый человек, я плакал, у меня стекли слезы, и для меня это был восторг, это гордость. Вот для меня это самый важный турнир. Помимо поддержки и помощи, папа еще и главный спарринг-партнер. А кто, как не он, знает, на что способна Яна? Ну, когда я была маленькая, конечно, выигрывал папа. Мне это очень сильно не нравилось. Хотелось еще даже больше тренироваться, чтобы я смогла его победить. Наверное, раз в неделю устраиваем мелкий семейный матч. Сейчас уже наоборот я его выигрываю. Статистику не ведем, и даже не хочется немножко об этом говорить. Я очень хочу, и она будет чемпионкой мира. Она очень хорошо, очень настойчиво тренируется. Она отдается игре очень хорошо, отдается. То есть в ней есть, она может стать чемпионом мира. Ее уже многие боятся. То есть если раньше ее воспринимали просто девочкой, которая хорошо играет, то сейчас не видит сильного соперника, который может выиграть. Она даже на чемпионатах Европы сейчас практически, ну, уже последние пять лет, она всегда приезжает с медалью. Яна обязательно станет чемпионкой мира. Она получит титул 100%. Она к этому готова, она к этому готовится, она усиленно тренируется, она может, она сделает, она будет чемпионкой мира. Обязательно. Редактор субтитров А.Семкин